Оля Полякова призналась, почему раньше не говорила о домогательствах Меладзе. Оля Полякова ранее обвинила известного продюсера Константина Меладзе в сексуальных домогательствах, а сейчас она призналась, почему долгое время молчала. Дело в том, что еще в школе к ней приставл учитель физкультуры. Об этом она рассказала во время общения в прямом эфире с психологом и гендерным экспертом Натальей Пашко и опубликовала запись в Инстаграм. Полякова отметила, что ситуации с домогательствами случаются в жизни каждой женщины. Потрогал учитель физкультуры. И думаешь, он потрогал или это мне показалось? Наверное, показалось. Потом на следующем уроке он опять подсаживает тебя вверх, за жопку берет и как-то пальчиком лезет тебе куда-то. И ты опять думаешь, нет, не может этого быть, ну не может же такого быть, это же взрослый, рассказала артистка. Певица призналась, что после случившегося она попросила у матери, которая работала врачом, сделать ей справку об освобождении от уроков физкультуры. И я просто год не ходила на физкультуру. И никому не сказала об этом даже маме, резюмировала Полякова. О домогательствах Меладзе Полякова молчала 15 лет. Впервые она рассказала об этом в интервью Дмитрию Гордону. Тогда этот эпизод никто не заметил, о Харасменте никто не написал. Певица считает, что и сейчас ее не слушают и не поддерживают даже те, кто тоже был в подобной ситуации. Напомним, что первое о домогательствах Меладзе рассказала Аня Лорак. А Оля Полякова ее сразу после этого поддержала. Посмотреть эту публикацию в Инстаграм публикация от Полякова, собака Полякова-Масик. Как мы ранее писали, украинские звезды отреагировали на скандал с Меладзе и домогательствами.